Друзья, всем добрый вечер. С вами на связи Алексей Тарасов. Преподаю курсы в специальности более 7 лет и основное направление деятельности PHP, JavaScript, HTML, Maysql. И сегодня мы поговорим с вами о стрелочных функциях. Надеюсь, что этот вебинар принесет вам что-нибудь нового и интересного. Как обычно, наши вебинары доступны на сайте специалиста и каждый бесплатный вебинар проходит под эгидой рекламы чего-либо. Вы догадались, да? Стрелочные функции у нас осматриваются как на основном базовом курсе JavaScript, так и на курсе, который грядет буквально очень скоро. Этот курс называется JavaScript ES6 и ES7. Все, кто следит за изменениями и новостями в JavaScript, знают, что в 2015 году появилось очень много новых изменений и мы стараемся по мере возможностей знакомить наших слушателей с этими изменениями. И сегодня речь пойдет у нас о стрелочных функциях. Я заранее приготовился и включил раздел в коды ПЭНе, в котором уже можно писать JavaScript код и можно смотреть на результат, который получится в конце. При желании вы можете повторять все мои действия, может быть делать какие-то ремарки и так далее. Огромная просьба не останавливать мое повествование до тех пор, пока я не скажу, что можно задавать вопросы, потому что этот вебинар записывается и будет доступен потом на нашем канале Специалист ТВ. Ну что, поехали. Дальше я беру и говорю, что у меня сумма возвращается и потом где-нибудь вот здесь указываю результат при помощи консоли лога. Ну, например, вот так. Как вы видите, у меня сейчас здесь в консоли уже успела два раза выпить 30-30, о чем идет речь. Функция вызвана, аргументики пришли вот сюда, здесь сложение и результат. Оп, норм. Так вот оказывается, что разработчиков даст, стало писать вот так. И теперь они пишут совсем по-другому. Я делаю коммент этой функции, она нам больше не понадобится, а дальше объявляю, что у меня будет некоторая переменная. И я буду сейчас использовать стрелочную функцию. Внимание, стрелочные функции бывают только безымянными. Поэтому у меня сейчас справа от оператора присвоения записываются круглые скобки с двумя аргументами. Это аналог предыдущего варианта, когда круглые скобки шли после именной функции. Дальше идет мнемоническая стрелка. Именно в честь нее стрелочные функции названы стрелочными. Потом у меня идет результат, который возвращается как выражение. Это самый короткий, самый быстрый вариант записи стрелочной функции. Вот эта и вот эта функции, это почти идентичная запись. Хотя некоторые отличия не есть. Как вы видите, результат сейчас абсолютно такой же, как и в предыдущем случае. Но вместо трех строк у меня сейчас записана одна строка. И даже если кто-то будет спорить и размещать вот этот код функции в одну строчку, все равно у них получится длиннее. На практике оказывается, что бывают разные ситуации, бывают разные случаи. В некоторых вариантах нам может понадобиться ситуация, когда аргументов внутри функции может и не быть. Или их будет мало. Ну давайте я абсолютно техническую функцию создам. Это будет у меня функция f1, for1. И она будет принимать один аргумент и возвращать, ну не знаю, произведение некоторого числа на что? На 2. Итак, я вызываю эту функцию, отдаю ей сейчас туда десятку, а на выходе, как вы видите, у меня получается двадцатка. То есть один аргумент у меня записан вот так. Прелесть стрелочной функции в том, что вы можете не писать круглые скобки, если у вас идет один единственный аргумент. То есть мы пишем а, стрелка, а умножить на 2. Вот это выражение возвращается ретерном из вызова функции, а это просто аргумент. К сожалению, с двумя или тремя так сделать не получится. У вас будет сразу же там аргумент. Итак, я надеюсь, вы уже влюбляетесь в эти функции, я двигаю дальше. Допустим, у нас может быть такая ситуация, когда мы не можем сразу написать вот тут вот выражение по какой-то причине. Нам нужно реализовать какую-то логику внутри этой стрелочной функции. В этом случае я могу сделать следующим образом. Написать вот здесь вот тело функции. То есть вот так вот мы описываем тело функции, если вам не моментально нужно вернуть ваше выражение, а что-то с ним сделать. При этом придется теперь делать ретерн, тот, который вы делали в прошлый раз при помощи явного указания ретерна. Итак, мы видим, здесь опять возвращается 20. То есть мы можем какое-то промежуточное действие сделать. Ну, например, там плюс равно умножить 2. Вот, пожалуйста. Ну, вообще-то рассказывать о стрелочных функциях можно минут еще 15-20 без остановки. Хотелось бы сразу какой-нибудь классный пример, который нам, так сказать, покажет, что вот действительно это круто, действительно это классно. Я подумал, что вам будет интересно вспомнить, посмотреть, узнать, как работают стрелочные функции с методами массивов. Итак, мне понадобится какой-нибудь массив. Я заранее себе подумал, что это будет массив. Это будет names и вот здесь у меня будут описаны, ну, какие. Ну, например, там, Вася, дальше там чего-нибудь подлиннее. Например, Наталья. Никто не против, да? Окей. Вот здесь будет у нас Александр. Так, вот здесь какое-нибудь имя, состоящее из небольшого количества букв. На будущее нам это сейчас понадобится. Ну, например, Аня. Итак, мы хотим с вами пройтись по всем элементам этого массива. Ну, вы можете, конечно, там взять обычный, привычный вам цикл любой, пробежаться, но очень любят джаваскриптеры делать другим способом. Они говорят names и используют метод, который называется switch. Ага. Догадывайтесь, что входит внутрь этого метода. Внутрь этого метода мы указываем обычно некоторую функцию, function. И аргументов у этой функции может быть даже до трех штук. Первый аргумент будет каждый элемент массива, который вы на вход понимаете. Второй аргумент будет индекс этого элемента массива. Ну, то есть вот для Васи это 0, для Натальи 1 и так далее. Третий аргумент обычно никто не использует. Это сам весь массив, names. И в данном нашем случае нам здесь это сейчас будет неинтересно. И, например, берем console.log. Здесь указываем EI. Что мы там увидим на экране, давайте смотреть. Так, проверяем. Switch. Готово. Значит, я немножко по-другому схитрю. Я вот эти все предыдущие коды закомментирую, с Вашего позволения. Конечно же, они вам останутся. В случае необходимости вы можете посмотреть. И вот теперь мы видим результат. Смотрите, Наталья 1, Вася 0, Александр 2, Анна 3. Да, правильно? Все работает. Это гораздо проще теперь указать при помощи стрелы функции. Догадаетесь как? Как? Сначала идут круглые скобки. Раз. Это индексы. Потом идут стрелки. Потом идет, ну, к сожалению, тут у нас нету return, поэтому console.log вам придется вот так вот прописать. Тут ничего не поделаешь. Раз. Раз. Эта скобка нам не нужна. И вот теперь у нас опять снова выводятся данные. Чтобы как-то подтвердить, что это те данные, которые нам нужны. Я с индексом немножко произвожу изменения. И мы видим, что Вася мне теперь идет по одной норме. Как вы видите, все просто. Друзья, у вас вопрос в чате. Откуда взялся вот этот FUIDGE? Дело в том, что у Names'ов, у Massive'ов есть огромное количество встроенных функций. Многие из них вы наверняка знаете. Slice, ToStream, Compact и так далее. Так вот FUIDGE это один, одна из обычных нам подсказывает в чате тоже, функций для пробега по массиву. То есть, будет желание и возможность, вы заберитесь на Massive'ов, этот самый, да? Этот самый, MDN. И вот тут вот целый вагон Map, Pop, Push. Это не то, что нам интересно. А где тут FUIDGE это прием? А, вот он FUIDGE. То есть обычный стандартный метод для работы с элементами массива. Итак, продолжаем работу. Еще пару вариантов использования с другими методами. Мне, например, некоторое время назад очень понравился метод, который фильтрует данные. В чем его идея заключается? Вы берете некоторый массив и хотите на вход подать функцию вот сюда, там где курсор сейчас стоит, которая будет у нас фильтровать данные. По какому принципу данные фильтруются? Для каждого элемента массива фильтр называет функцию Callback. В данном случае как раз нам очень удобно сделать безымянную функцию стрелочную. И если у нас возвращается для отдельного элемента значение True в вызове, значит этот элемент массива попадает в новый массив результирующий. Если возвращается No, то у нас, соответственно, это дело не попадает. Значит, что мы говорим? Пусть будет стрелочная функция. Круглые скобки нужны? Нет, мы принимаем один единственный аргумент. Берем и говорим. Это будет, ну давайте назовем его item. То есть вот скоро Вася, Наталья, Александр станут item. А что мы на выходе возвращаем? Стрелка пошла. А на выходе, например, если мы хотим по длине имени выбрать, например, выбрать тех слушателей или тех, те имена, у которых имена больше, длина, чем 5 символов. То есть мы можем сказать так, item, чего, lens, все помнят это свойство, да? Если оно у нас больше 5 вопросов, то мы что возвращаем? Сам item, то есть само имя. А иначе что возвращаем? Ну, можно вернуть соус, можно вернуть сейчас ну, что угодно. И у нас из этого массива names возвращается Наталья Александровна. Соответственно, если у вас будут массивы не names, а, например, каких-нибудь смартфонов, телефонов, чего-нибудь еще, у вас будет возможность отсортировать целый набор чего? Объектов, коллекцию каких-то элементов и так далее. Это второй метод, который хотелось бы вам рассказать и показать. Следующий фрагмент и, пожалуй, последний из методов, которые мы с массивами не можем использовать, это метод map. Вот. Он тоже очень полезен и интересен. Идея его в следующем. Мы пробегаемся по всем элементам массива. У нас по-прежнему Вася, Наталья, Александр и Аня. И получаем какой-нибудь элемент на вход, а на выходе возвращаем какую-то величину, связанную с этим элементом. Можем вернуть замененную строчку с символами, можем, ну, в нашем случае уже код написан, чтобы время не тратить, мы вернем массив, который показывает, будет сколько символов в каждом слое, в каждом имени самого нельса. Согласитесь, что это классно и удобно, потому что, если делать это все, там, при помощи цикла, или, там, при помощи стандартной функции, слово function писать и так далее, это будет слишком длинно. Как-то так. Но, когда вы будете использовать стрелочные функции, вам нужно помнить о том, что у них есть определенная специфика поведения. Первая, очень специфическая штука, на которой обжигаются многие слушатели на наших курсах и вне курсов, это ключевое слово ЗИС. Все помнят, что такое ЗИС? ЗИС в ладжанском театре. Это, наобъект вызова. Все должны знать эту простую штуку. Так вот, оказывается, что ЗИС внутри стрелочной функции своего никогда не бывает. Это очень опасная вещь, поэтому я должен вам показать, как это все работает. Допустим, у нас есть некоторый объект, и этот объект содержит некоторые свойства сон, некоторые, и также, скажем, некоторый метод, опять же, фут, я думаю, никто не против этого метода. И этот метод у нас будет являться стрелочной функцией. Давайте сделаем стрелочную функцию. Возвращаю я здесь, скажем, ЗИС. Первый вопрос, который у нас, вот здесь вот нас тревожит, и за которым мы переживаем, это она будет указывать вот этот ЗИС в результате нашей работы. Ну, давайте сразу проверим. Мы берем, говорим, консоль лога, дальше указываем, что? Обжи, дальше указываем сон, и после этого мы должны с вами чего-то увидеть. Так, одна секунда, одна секунда. Что-то у меня, неужели у меня там какая-то ошибка. Он говорит, обж сон из not function. Так, секунду, это у нас свойство. А, ну да, я немножко напотачил, по-быстрому исправишь. Ну, смотрите, что он говорит у вас. Он говорит, извиняемся, просим извинения, но это сам КДП. То, что вы вывели, это слишком большой кусок кода для того, чтобы поместиться в браузере. Вы догадываетесь, почему это может быть большой кусок кода? Потому что, если вы делаете ЗИС, ссылающимся на глобальный объект, у нас в браузере, глобальный объект Windows, то там всегда бывает очень много кода. Итак, для того, чтобы продемонстрировать, что здесь действительно сейчас ссылка идет не на сам объект, а на Windows, я опускаюсь вот сюда, запускаюсь в чистую вкладку, в варьер в 12 и, вызвав содержимое, показываю всем, что у нас действительно идет Windows. Кошмар! То есть, еще раз, вот этот ЗИС ссылается не на обжи, а на что? А на Windows. Это может быть ловушкой, вы можете попасться, если вдруг об этом забудете. И то же самое касается аргуменса. Все понят, что такое аргуменса и стоит напомнить? Напоминаю, аргуменсом у нас является псевдопеременная, которая доступна внутри каждой обычной функции. Ну, классический пример, который мы пишем на курсах, правда не ES6, ES7, а на курсах первого джаваскрипта. Допустим, у меня есть функция, которая считает средние значения чисел, среднее или методическое. Как оно считается? Берем все числа, суммируем и делим на их количество. Стандартное решение, оно выглядит приблизительно как-то так. Вы указываете, что начальная сумма равняется нулю, а потом пробегаетесь в цикле, почему-то. 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 От I равную нулю до I меньше. И вот здесь вот идет аргуменса. Аргуменса. Точка ленф. Ленф. Да что такое? Плюс-плюс I. Кстати, доллары я только сейчас поймал на мысли, что я доллары использую. Друзья, не обессудьте. Недавно курсы Pitch пришли. Поэтому доллар остается на автомате. Но опытные разработчики знают, что доллар в джаваскрипте это норм. Это норм. Ну и дальше говорим, что сумма будет плюс-равно. Плюс-равно чему? Аргуменса. И это A на выходе, мы это делаем, все что делаем, возвращаем сумму. И вот теперь, если мы захотим посмотреть, чему будет равняться среднее значение по 10, 20, 30, обернув это в Average, то мы с вами должны будем увидеть нечто типа и... Ну 60 это пока только сама сумма, да? А потом ее делим на что? На arguments. Так, хорошие разработчики, наверное, все-таки знаете, как еще напишут? Они ведут переменную лент, которую сумму посчитают предварительно, не каждый раз в цикле. Вот так вот будет более классно. А то сейчас кто-то будет смотреть вебинар и сказать, почему он так не сделал. Вот теперь так сделал. И это делю на что? На лент. Итак, чему равно среднее значение? 20. И все нормально. Если я попытаюсь сейчас вот это дело выполнить через стрелочную функцию, меня ждет очень печальная вещь. Несколько мгновений. Не хочу приблизить печальную вещь. Несколько мгновений прошло и надо ее приближать. Итак, вот эту функцию я, пожалуй, оставлю как есть. А дальше попытаюсь это все дело обернуть во что? В стрелку. Готовы? Берем, говорим. Это будет Average 2. Она на вход принимает что? Ничего. Стрелка. Фигурный. В конце return. Дальше. Копирую. Консоль лог. Здесь 2. Так, а как там еще разобраться, чтобы было красиво? Давайте вот. Вторая функция. Ну и смотрим, чему там будет результат. Ну должен быть какой-то печальный результат. Сейчас проверим. Эй, результат это печальный или нет? 12. Arguments is not defined. Вы никогда не имеете доступа к аргументу самой стрелочной функции. Вот если бы наша стрелочная функция была бы внутри другой функции, тогда бы я аргумент на родительскую бы получил конкретный элемент. А так, к сожалению, это невозможно. Следующий момент. И, пожалуй, последний из такой вот теоретической части, которая нам нужна для того, чтобы какую-нибудь задачу решить. Стрелочные функции не позволяют вот таких вот вещей, когда вы записываете стрелку, начиная с другой. Вот так вот писать нельзя. Если я сейчас посмотрю на этот кусок кода, то, к сожалению, там будут должны видны проблемы. Вот она проблема unexpected token. То есть она всегда должна быть на той строке, на которой я работаю. При этом, если я само число 34 или тело возращу, то все будет нормально. Обратите внимание на следующий еще немаловажный факт. Вот я сейчас хочу вернуть объект стрелочной функции, который будет называться Вася. Вот. Вот. Это аргументы. Это стрелка. Что это такое? И тут возникает маленькая проблема. С одной стороны, фигурные скобки у нас обрамляют тело функции. А с другой стороны, у нас фигурные скобки – это объект. Что же он вернет? На самом деле, так писать, оказывается, нельзя. Потому что, если вы фигурные используете, он все-таки на них смотрит, как на тело функции. В этом случае, если я попытаюсь сделать консоль лог какой-нибудь, консоль лог какой-нибудь, ну, например, там тег, другие скобки, ба-бах, то мы с вами там должны увидеть что-то неприятное в очередной раз. Так вот, здесь у меня не хочет выводить неприятное, приходится, придется смотреть через консоль. Так, что-то и тут нету, и там нету. А, у меня же аргумент написан неправильно. Что ж такое? Я предыдущий пример вам показывал, показывал, забыл его убрать. Конечно, поэтому он показывать не будет. И, ба-бах, видите, он меня выведет, Undefine. Он мне Undefine показывает. То есть, это так нельзя делать. Если я хочу объект, я должен вернуть что? Круглую скобку. И таким образом у меня вернется реальный объект. Вася, если кто-то соберется к нам на курсы React, вы будете постоянно эту штуку использовать для простых компонентов, потому что там постоянно будут возвращаться объекты. А, реальность, да. Друзья, практика подсказывает, что прием, который я сейчас буду использовать, он очень некоторым нравится, хотя, может быть, и некоторых достает. Я считаю, что если показывать одну и ту же задачу на разных курсах и на разных фебинарах, она, во-первых, а, будет вызывать смех, а, во-вторых, б, люди смогут познакомиться, как она выполняется, и с закрытыми глазами решать эту задачу в случае необходимости. Эта задача является нахождение аннуитетного ипотечного платежа. То есть, сколько нужно каждый месяц платить денежек, если бы вы взяли ипотеку. И эту задачу мы сейчас будем решать именно при помощи стрелочных функций. Екатерина уточняет, почему не видны аргументы самих стрелочных функций? Значит, Екатерина, смотрите, если вы аргумент передаете просто как некоторую переменную, она видна. А если именно через аргумент, то разработчики просто не предоставили нам такую возможность. Мы не можем взять и обратиться. Да, то есть это как бы не то, что там у нас что-то не получилось. Это вот сама такая работа интерпретатора джаваскрипного реализации хрома. Да и вообще, в принципе, в ES6 и ES7. Итак, для тех, кто еще не брал ипотеку и не знает, как считать ее, я напомню, что аннуитетный ипотечный платеж считается по формуле, подобной тому, подобной той, которую я сейчас нашел на сайте Википедии. С. Тело кредита. Это сколько мы денежек берем в ипотеку. П. Процентная ставка. Самый большой косяк здесь. Это процентная ставка в долях за месяц. Дальше. Н. Это что? Количество платежных периодов. Ну и А. Это результат, который мы должны платить каждый месяц. Обратите внимание, здесь нету начального платежа. То есть здесь эта формула опускает эту фишку и нам проще, соответственно, решать. Итак, мне понадобится ваша помощь в решении этой задачи. А именно, мне нужно сейчас срочно дать величины, на сколько мы берем, как берем и так далее. Итак, вопрос. На сколько мы будем брать после вебинара ипотеку? Пожалуйста, варианты. С. Задается тело кредита в денежках. Н. Будет 30 лет. Я принимаю ваш ответ, ваше наказание. А на какую сумму будем брать? О, и Сергей тоже будет на 30 лет. Прекрасно. Все сориентирулись на одно количество лет. Сумма. 3 400. 3 400. То есть 3 400 рублей. А, миллионов, да? 3 4 E 6. Нормально? Пойдет тогда? Ну, кто не против, да? Я напоминаю, это 3 400 000. И последнее, это процентная ставка. Боюсь, что сейчас начнутся, но все-таки пытаюсь спросить. Какова будет процентная ставка, друзья? 9,5 прозвучало в чате, и я сразу принимаю это число. Итак, у нас есть несколько величин. Вот такие. Вот оно дано нашей задаче. Все видят новое, да? Вот оно дано нашей задаче. Ну, а теперь я пишу самую ипотечную функцию. Лет, говорю я. А почему лет? Конст, говорю я. Ипотека. И поскольку мы занимаемся сегодня стрелками, это будут круглые скобки S, P и N. Прямо именно так. Как у нас это указано в задаче. Дальше я говорю, что это будет стрел. Как вы думаете, фигурки нужны будут нам здесь или не нужны? Конечно нужны, потому что return мы не можем, не посчитав, отдать. Да, согласен. Да, точно. А теперь смотрите, что мы делаем. Это очень важный фактор. Мы должны процентную ставку перевести в доли за месяц. То есть мы говорим 9,5%. Это годовые. Как перевести в доли за месяц? Поделить на 100. Это перевести в долю. И поделить на количество месяцев. Ну, поскольку я ленивый, разработчики всех всегда призывают быть ленивыми. Я сокращаю, ну, оператором сокращенного деления это все делаю. То есть в P помещается величина, которая поделена на 100 и поделена на 12. А что касается N. N в формуле задается это период платежный. А мы задали количество лет. Но мы уже не раз в год платим. Значит, нам нужно взять и сказать, что умножить равно на что? На 12. Вопрос. Что сейчас хранится в N? Месяцы. Что хранится в N? Доли за месяц. Такой вот расплат у нас. И дальше у нас остается сделать совсем чуть-чуть. А именно взять и сказать, что у нас происходит вот здесь возврат. Ретем чего? Вспоминаем формулу. S умноженное на P поделить на единица минус. Как там? Ма точка Пау. Единица плюс P. И в степени это минус N. Я не наизусть никак не запомню эту формулу. Поэтому посматриваю сейчас на соседнее окно в Википеде. Вот как вот так. Ну и теперь настал момент, когда мы это дело все проверим. Обратите внимание, я хитро сказал, что аргументы и величины, которые придут, называются одноименно. Только с одной целью. Чтобы потом сэкономить на вводе данных и сделать вот так. Ипотека S, P и N. И давайте узнаем правду. Итак, 28 589 рублей. Нужно будет платить ежемесячно, чтобы получить возможность пользоваться вот такой вот суммой. Ну и как обычно, мы оставляем бонус для наших слушателей. Всегда это у нас включается в набор. А именно, мы должны посчитать переплату. Мы узнать должны правду. Как находится правда. Мы берем и размер платежа в месяц, умножаем на количество месяцев. Правильно, да? Правильно? И вычитаем из этого начальную сумму. И вот если вы так вот посчитаете, то вы узнаете, что при оплате 28-28 тысяч в месяц вы переплатите по такой квартире 6 миллионов, почти 900 тысяч. В этот момент обычно у нас некоторые нервно вскакивают в аудитории, на курсе, на занятиях. Когда начинают задавать вопросы, такого быть не может, жизнь не так устроена. Но я использую просто чисто формулу с сайтом. И у нас Евгений говорит, разоблачение банковского рабства стрелочными функциями. Есть, даешь правду. На самом деле, однажды слушатель при помощи вот этой формулы подсчета ипотеки узнал, что все банки как банки, а некоторые плюс 300 рублей приписывают в эту формулу. Знаете, как они делают? А я говорю, вот так. Нормально, да? Ну, за всякие там бонусы и все остальное. Итак, друзья, мы с вами сегодня посмотрели, как устроены и работают стрелочные функции. Посмотрели специфику их задания, вызова, что у стрелочных функций нету ЗИСа, нету Аргуменс Коли. И они всегда обращаются к родительской функции, смотрят там ЗИСы Аргуменс. И также использовали стрелочные функции в трех методах массивов, первых попавшихся, которые мне больше всего нравятся. Вы можете их использовать где угодно. И, наконец-то, мы приходим к моменту, когда у нас можно задать вопросы уже совсем неформальной обстановки, если не остались. Значит, хочу вам сказать, что у нас ближайшие даты старта курсов по JavaScript. Во-первых, это 18-го, я уже сказал, открытое обучение. Во-вторых, очень комфортный формат работы. 23-го числа по субботам, три недели, три субботы, получается. Это JavaScript-базовый. Если вдруг вы не совсем погрузились в него, то, пожалуйста, приходите и сможете. Вот. Ну, а если вы собираетесь прийти куда-нибудь на jQuery, это 30-е число. А вот где у нас JAVS, я, честно говоря, даже сейчас не вижу. У нас следующий вопрос в чате. А на каком курсе рассматривается подробно Canvas? У нас есть классный курс, он называется HTML5. Ой, не так пишу. Вот здесь HTML5 API. Ну, и тут вот я ленивый разработчик. Не на самом сайте ищу, а из гугла извне. Вот он, называется этот курс JavaScript 3G. И там рассматривается много чего интересного. А вот здесь вот в самом узу последняя тема. Целых 8 часов, 8 часов академических работал с холстом, с Canvas. Сергей, думаю, это то, что вам нужно. Вопрос из Екатерины. А Angular есть в списке курсов? Да, с гордостью могу сказать, что с некоторого времени у нас есть Angular в списке курсов. Курсы по реакту у нас будут ближайшие очные. Аж в ноябре, увы. А очные в открытом обучении 18.06 и 13.08. Ну, то есть получается в июне и в августе. Да, и в августе. Друзья мои, есть ли еще вопросы по стрелочным функциям и по курсам в целом по JavaScript? Вы абсолютно верны, вы правы. Этот курс не будет интересен тем, кто уже работал с React, делал компоненты, знает, что такое стейты. Абсолютно бесполезно. Это для тех, кто только изучил JavaScript 2, слышал, что React это круто, не знает, как запустить его, начать работать, не знает, как создать корзину до вываления книги и работать. То есть это курс именно для них. У нас еще один вопрос. Можно ли ссылку в чат, конечно. Вот эта ссылка на фрагмент, который мы с вами набирали, остается в чате вот здесь. Друзья, а также я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить вас и прорекламировать свой канал на YouTube. Называется он htmlab.ru и для тех, кто с ним еще не знаком, есть еще один издевательский пример. Он называется ипотека и аннуитетный платеж. То есть кому было сегодня мало, рассказываю, как считать, как верстать, как на стрелочные функции смотреть, как верстать через дом, как на jQuery и краткий экскурс за полчаса, как это все сделать на React. Кстати, надеюсь, вам понравится, вы используете это на практике. Спасибо вам, Юрий, очень рад, что вам понравился. Надеюсь, всем тоже. Подключайтесь, переходите, следите за новостями и всего доброго. Друзья, еще раз благодарю за вопросы. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok